Каждому человеку приятно жить в красивом городе. Но, к сожалению, некоторые окерманцы и его гости, не задумываясь, выбрасывают мусор, где придется. И этому есть свои причины. Первое – недостаточное количество мусорных контейнеров. Второе – отношение к чистоте и порядку. Нет ничего приятнее, чем прогуляться теплым летним вечером по парку, побаловать себя мороженым и просто насладиться отдыхом. И все бы ничего, если бы не приходилось потом часами ходить с оберткой от мороженого в руках, разыскивая урну. Даже если контейнер находится совсем рядом, недалеко от него зачастую можно увидеть гору мусора. Одно из таких мест находится в самом центре города. Как мы уже ранее рассказывали, именно сюда сносят отходы со всей округи. Периодически их вывозят. Однако все, что лежит рядом, остается на месте. Еще несколько лет, и этот участок города превратится в новую свалку. Опрашивая людей, насколько чисто Керман в летний период, мы услышали вот такие ответы. Процентов на 40. Что этому виной? А что этому виной? Наши дворники плохо работают. Я, например, возле кождиспансера живу. Там площадка детская есть по Энгельсу. Там ужасно. Мусор, семечки, бумаги и все такое прочее. И вовремя вывозят мусор. Но двор проходной. Там проходят, идут на победы. И очень много проходящих. То пивные бутылки, то то, то все. И неделями. Приходят утром. Три-пять в этих жилетах оранжевых посидят, покурят, поговорят и ушли. Не убирают. Просто не убирают. Да по-всякому бывает. Зависит от жильцов. Если жильцы, ну как, хозяева, значит и город будет чистый. Жильцы, это если они грязнули, значит и город грязный. Так, посредственно. Я бы не сказал, что очень грязный. Но я не сказал бы, что очень чистый. Ну, есть, конечно, некоторые райончики, в которых валяется мусор. Люди не всегда придерживаются правил чистоты, экологии. Ну, я считаю, что более-менее относительно нормально. Может, я уже привык, может быть, я не знаю. Многие из запрошенных обратили внимание на то, что портят внешний вид Кермана именно некоторые его жители. И для того, чтобы было чисто, мало, только тщательно убирать, нужно еще и не сорить. На улице Московской кто-то из горожан прячет мусор вот здесь. И небольшая зеленая зона постепенно превращается в этакий креативно украшенный мусорный контейнер. Также скопление мусора наблюдается и в парках. Тротуары и ограждения вот эти вот идут. Там больше всего мусора, наверное. Там, в парках, конечно же. А вы не мусорите? Когда отдыхаете? В парке? Всегда все с собой. У меня даже знакомые с машины выкинули стаканчик, я заставила их поднять. Либо я сама пойду подниму его. Остается надеяться, что в скором времени в Акермане не только увеличится количество мусорных урн, но и горожане, следуя примеру Анны, станут убирать за собой.